Фонари не включат, пока управляющие компании не договорятся. Мы уже рассказывали, что жители дома номер 48 по улице Нижняя Дуброва несколько месяцев живут во мраке. Ночь у них начинается раньше, чем у соседей, потому что на прилегающей к дому территории не работает уличное освещение. По словам жильцов, отключили фонари через год после того, как они ушли от одной управляющей компании к другой. Как говорит руководитель экс-обслуживающей организации, компании надоело платить за чужую территорию из своего кармана. Все опоры уличного освещения находятся в общедалевой собственности трех квартирных домов, так как участок земельный, он единый, неразмежеван. Соответственно, собственники всех трех домов должны нести бремя по содержанию этого самого общедомового имущества. Затраты на уличное освещение делились пропорционально общей площади на три квартирных дома и включалось это все в общедомовые нужды электроэнергии. Финансовые потери управкомпании «Содружество» за год составили порядка 15 тысяч рублей. Деньги вроде небольшие, тем не менее платить и дальше за ресурс, не имея договора на управление домом, было бы странно. Вот свет и выключился. Выходов из темной ситуации два. Либо новая управляшка договаривается с ресурсниками отдельно и ставит свой прибор учета, либо принимает условия предыдущей компании. Подготовлено соглашение о возмещении этих затрат и распределении затрат на уличное освещение между двумя управляющими компаниями. И если это соглашение будет достигнуто в ближайшее время, то и освещение будет восстановлено. Продолжение следует...